Приветствую всех друзьям! Сегодняшнее наше небольшое видео будет посвящено теме высотных зданий и конкретно почему все-таки не строят высотные здания в городе Орше Республика Беларусь. Город довольно таки крупный, занимает 11 место в республике на данный момент на пике демографическом насчитывало около 140 тысяч населения, но тем не менее выше 12 этажей в городе по-прежнему не строят, а главные доминанты высотные это как ни странно здание элеватора, которое примерно в 18 этажей высоту, ну и несколько двести этажек, расположенных на высоких холмах реки Оршица. А ведь еще в начале двадцатого века этими самыми высокими доминантами служили множество храмов, которые, к сожалению, были уничтожены в годы советской власти, причем храмы были действительно величественные, можно сказать огромные для такого размера города, как в то время была Орша. Нынешние храмы, кстати говоря, как правило ниже даже стандартной девяти-десяти этажки. Из года в год на различных прямых линиях главным архитектором города задают один и тот же вопрос о том, когда же уже наконец появятся те самые красивые современные высотные доминанты в нашем городе. А ответ всегда один. Город не должен быть чисто желаемой усадебной застройкой. Естественно, многоэтажки, как тут было сказано, это является одним из атрибутов городской среды. По этажности есть ограничения, которые связаны именно с техническим регламентом здания и сооружения безопасности, который утвержден на постановлении Суммина, где есть пункт, что аварийно-спасательные службы должны быть обеспечены соответствующей техникой, и это учитывается при размещении всех объектов строительства. Не дай бог пожар на верхних этажах, лестницы, люльки, наше просто МЧС Оршанское, оно обеспечено техникой, которая максимально возможна эвакуация людей в случае чрезвычайной ситуации, именно пожара, только до 9 и 10 этажей включительно. То есть получается, сейчас предельно сколько МЧС согласовывает размещение объектов, выдает технические требования при проектировании жилых домов, это высота ограничена 10 этажами. В случае, если в МЧС соответствующая техника появится, такая хотя бы как Витебске, где 16-этажные дома, предел, по такой же причине абсолютно аналогичный, хотя в том же Витебске есть проект и 19-этажных домов, но это просто с точки зрения безопасности проживающих людей невозможно реализовать, пока не будет обеспеченность соответствующей техники. Замечательно, поразительно, гениально. Логика проста и железна, как велосипед. Нет спецтехники, забудьте про высотки. Но, во-первых, в Ворше есть собственный завод по изготовлению современной пожарной техники. Это раз. Во-вторых, действительно, стандартная пожарная машина с выдвижной лестницей рассчитана примерно на 10-этажный дом. Но есть еще модификации, которые достигают 17-18 этажей, а есть даже и до 24-х. Но дело даже не в этом, а в том, что высотные здания, как правило, которые в районе 20-ти этажей насчитывают, они должны быть оборудованы специальными противопожарными системами. Это довольно-таки сложная конструкция. Да, это где-то недешево, но должно эффективно работать. Ну, например, в тех высотках, где я бывал, в Минске, в Санкт-Петербурге, там, например, очень быстрый и легкий доступ на общие балконы. То есть, если при возникновении пожара будет сильное задымление, то человек просто быстренько выбежит на этот балкон и хотя бы не задохнется. Плюс там еще предусмотрена система пожаротушения водой, дымоотделения и прочее. Ну, там уже оповещение о пожарах быстрого, быстрой эвакуации. То есть, сами лестницы, они большого, как бы, толку не дадут при большом пожаре, при каком-то очаговом сгорании, где-то на верхних этажах, потому что, ну, нереально там с 25-го этажа, условно, спустить быстренько эвакуировать людей. Для этого все-таки существуют другие методы. Красноречивым примером того, что вся эта пожарная техника иногда бесполезна и беспомощна, ну, является, например, пожар, знаменитый в 91-м году гостиница Ленинград в Санкт-Петербурге, когда погибло 16 человек, из них 9 пожарных. И пожар-то всего-то был на 10-м этаже здания. Поэтому лестницы там все доставали, все нормально, но из-за неправильного конструктивного, конструктивных особенностей здания произошел вот такой вот сильный пожар, который быстро распространился по этажу, и не только по этому этажу, и в результате задымления. Поэтому все эти отмазки о том, что нет в наличии специальной пожарной техники, они где-то смешные и наивные, где-то лицемерные, потому что это из разряда тех отговорок, что, мол, пока не собираю на Мерседес, буду ходить пешком. Ну, это глупо, это, в общем-то, недальновидно, потому что город, любой город, должны украшать какие-то интересные здания узнаваемые, и в Мерше их не так уж, в принципе, и много. А купить буквально 2-3 единицы подобной техники, тем более произвести, может, даже на собственном аршанском заводе данную технику, для города не такие уж затраты. Они с лихвой отобьются строительством буквально нескольких престижных высоток, ну, допустим, в центре или возле центра. Квартиры, в которых, я уверен, разойдутся как горячие пирожки, и поэтому вопрос может даже больше в умении самих строителей строить подобные объекты, потому что наши, допустим, аршанские строители подобного опыта не имеют. Надо привлекать, там, строителей из того же Минска, Витебска или Могилева, ну, и это тоже небольшая проблема, при желании все реально. А что же зарубежный опыт? Ну, различные перенаселенные азиатские страны даже не будем рассматривать, там все понятно, там живут миллиарды людей, и, естественно, чтобы все это расселить дело, надо небоскребы и вообще кучу подобного жилья. Возьмем нашу любимую старушку Европы, города, сопоставимые по населению Сорши. Вот, например, немецкий Бремерхафен. Население 113 тысяч человек с 20-этажными столбами в центре и домами чуть поменьше. А вот такой же по населению Коблинц из той же Германии. Мало того, что там куча высотных храмов, так еще и жилых домов повышенной этажности хватает. А какие шикарные набережные и мосты! А это студенческая столица Германии, город Иена. Точь-в-точь, как и Орши, по населению, только с 30-этажным небоскребом Джентавр и трамвайным движением. Не хотите Германию? Вот вам заменевающая Польша. Город Тыхий. 120 тысяч населения, а такое впечатление, что на фото наш Минск. Там, кстати, действует аж 7 троллейбусных маршрутов, насчитывая автобусов. И вообще, тенденция развития электротранспорта в Польше, тоже Германии, Чехии, в Европе такова, что за последние буквально 10 лет не только восстановили все старые трамвайные троллейбусные линии, но еще и построили кучу новых, абсолютно новых, с нуля линий, в городах даже с населением менее 100 тысяч. И таких примеров можно приводить масса. Особенно, вот я же говорю, восточная Европа, западная Европа, центральная. Там колоссальное развитие в последние годы того же транспорта, да и строительства. И в любом городе вы найдете высотное красивое здание, буквально в любом. Ну, не считая, конечно, там исторического центра, где, как правило, храмы доминируют. Кстати, забегая вперед, скажу, что, наверное, следующее тематическое видео на аршанскую тематику будет именно про транспорт. Причем я как-то делал подобное видео, но сейчас появилось множество возможностей изменить что-то в лучшую сторону в плане транспорта, и поэтому есть что обсудить. Тем более, Орша, ну, очень-очень, мягко говоря, специфический город в этом плане. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Приводите аргументы за и против, и, возможно, наши местные власти, увидев это видео, посмотрев, сделают, надеюсь, какие-то выводы, и все-таки у Орша появится подобное сооружение. Ну, напоследок, традиционная просьба подписываться, кому интересно. Буквально скоро очередной ежемесячный обзор строек на моем канале, также куча покатушек, и также куча, надеюсь, будет у меня время, видео на оршанскую тематику. В следующем, как я уже сказал выше, мы поговорим о транспорте, который для меня лично, ну, является одной из... Это моя боль. Орша, это очень специфический в плане транспорта город, человеку, который всю жизнь увлекается транспортом. И так, друзья, не болейте, до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»